Влада, ты очень хорошо делаешь, у тебя ручка хорошо. Ева, постарайся, постараемся давайте. Хорошо, девчонки? Два раза в неделю по два урока. Репетиции и разучивание лучших классических музыкальных произведений. В ансамбле виолончелистов Тольяттинского лицея искусств более 20 участниц. Всех объединила любовь к такому сложному и уникальному инструменту, как виолончель. Инструмент для меня, как живое существо, мне он нравится. Я видела виолончели, мне хотелось играть. Сначала она меня видом привлекла, но потом вот сейчас играю, очень красивый звук, мне очень нравится. Динара Сафина уже четыре года занимается в ансамбле «Музыкальная шкатулка». Талантливая, подающая надежды юная виолончелистка, стипендиат благотворительного фонда Владимира Спивакова. Динара призналась, что любовь к виолончели у нее возникла с момента знакомства с инструментом. Очень приятный тембр, он похож на человеческий голос, многие говорят. И действительно, что-то в нем есть особенное. Большое событие произошло в творческой жизни ансамбля «Музыкальная шкатулка». Более тысячи коллективов и исполнителей со всей страны подали заявки на участие в проекте «Свет надежды». Конкурсный отбор организовал Международный благотворительный фонд Спивакова при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Тольятинский ансамбль виолончелистов «Музыкальная шкатулка» покорил жюри. И ему выпала огромная удача. Это первый коллектив из Тольятти, который выступил в московском концертном зале «Зарядье». Нас, во-первых, очень порадовало, вдохновило, потому что мы теперь понимаем, что мы можем. Мы одни из лучших, потому что на такую сцену приглашают немногих, а нас выбрали в числе первых. Мы, конечно, были и удивлены, и поражены, но и воодушевлены, конечно, в том числе. Поэтому мы с радостью восприняли эту новость. Ну и дети, конечно, тоже нас поддержали все. Они старались. Идея создания ансамбля виолончелистов «Лицей искусств» возникла пять лет назад. Сегодня он стал визитной карточкой учебного заведения. Уже в этом году мы подаем ансамбль наших виолончелистов на звание образцового. Я думаю, что это все получится и пройдет, потому что то количество, которым располагает именно «Лицей искусств», тем количеством виолончелистов. Ну, я думаю, что в нашей области погордиться не каждый может, потому что у нас самый большой класс виолончели. И он очень успешно развивается, играет, выступает. С ансамблем «Музыкальная шкатулка» познакомилась генеральный директор компании «Лада Меди» Ирина Денисова. Она начинала свой профессиональный путь как преподаватель по классу виолончели в одной из школ Тольятти. Вот у поэтессы Марины Цветаевой есть такие слова. Виолончель – это душа моей души. Для меня это тоже самый любимый инструмент. И я не сомневаюсь, что у тех, кто играет на этом инструменте, у тех, кто слушает его, тоже в душе рождаются самые глубокие и тонкие чувства. У ансамбля виолончелистов «Музыкальная шкатулка» – широкий репертуар, много творческих планов. Сейчас музыканты готовятся к большому концерту, который состоится уже в марте. Юлия Шевцова, Александр Туровский, Новости Тольятти.